и погнали короче всем бокс братва я не представляюсь вы знаете кто я и наконец-то мы с вами увиделись наконец-то мы с вами увиделись на стриме потому что долго не получалось мне сделать стрим потому что постоянно постоянно я был где-то я был где-то был тяжелом есть то я короче не помню мы а вот мы с вами встретились тогда после китайского вируса на прошлом стриме когда я китайским вирусом переболел я вам там рассказал как это все было кто не был тот не слышал рассказ кто в телеге кто подписан на телегу тот естественно это все услышал в записи уже вот и после этого пошел жесткий месяц Просто пошли сразу же тренировки, тренировки, какие-то соревнования, блин, и самое главное пошел топ-дог, и две поездки было на топ-дог, сначала была поездка на конференцию топ-дог, потом была поездка на сам топ-дог, вы уже знаете, и обо всем, в принципе, с вами сегодня подробно поговорю. Что касается вообще, вот первое, я хотел сказать, раз уж я затронул тренировки, соревнований, потому что на самом деле, вы знаете, видосы мои любимые, это бокс-влог, это про то, как тренируются мои парни, выступают, все такой, короче, влог про жизнь боксерского зала, вот я его начал снимать, какие-то соревнования, уже есть две серии, которые еще не вышли, то есть две серии, мы уже два раза успели в августе съездить на различные открытые ринги, и очень разные интересные там показали бои. И поэтому две серии, они уже скоро будут готовы, и первая из них будет четверг. Так что здесь в четверг уже, я надеюсь, для кого-то долгожданная эта премьера, это продолжение бокс-влог, и я надеюсь, что бокс-влог, он будет выходить уже каждый четверг, когда будут добавляться какие-то элементы тренировок, может быть, школы бокса, и все это будет идти у нас каждый четверг, я надеюсь. Но сумасшедший, конечно, график жизни, к сожалению, вносит свои коррективы. Я вижу, что преобладает, тут уж нечего говорить, что преобладает топ-дог, потом пошел Пакман. Ну давайте, ладно, раз уж разделим, так скажем, кулачку и бокс, и сейчас поговорим о топ-доге, который был, есть и будет лучшим промоушеном кулачных боев на планете Земля. Если кто-то считает иначе, вы можете это аргументировать, но если говорить о каких-то, ну, о единственном, может быть, реальном каком-то, с кем можно сравнивать это с барнакл, барнакл, я не вижу, топ-дог лучше барнакл во всем, для меня лично, и для тех, кто понимает. Лучше и в картинке, и самое главное, что в бойцах, и в боях лучше во всем, так что топ-дог лучше. И сейчас, вы знаете, должен был состояться турнир топ-дог-10, не просто турнир топ-дог-10, обычно, во-первых, что там должно было произойти? Там должны были быть претендентские бои, такие классные, как Самурай Астероид, как Валера Адос, просто супер бои должны были быть. Что должно было быть? Супер бой еще должен был случиться, который просто буквально организовался за полтора суток, чуть ли не за сутки до ивента. Это бой между ярким дебютантом прошлого турнира Владом Ромащенко и нашим, так скажем, постоянным в супер тяжелом весе Кремнием, который, скажем, готов выскочить, это Германом Скобенко. То есть там разница в весе больше 30 килограмм, понимаете, о чем я говорю? То есть Ромащенко до 95, а так до 91 в боксе боксирует. Герман, сами понимаете, Герман реально тяж. И Герман согласился, там, из Грозного прилетел. В общем, вся вот эта ситуация, вы просто себе представьте, там, кто-то за день согласился, это ладно, кто-то готовился два месяца, проходил жесточайшие лагеря подготовки. Кто-то прилетел, вон, как Литва, с Дальнего Востока, там, с Сахалина, со всей России, там, люди, с Дагестана, просто из далекого-далека много кто приехал на самом деле на этот турнир. Очень много, и вложено просто было уйма, это юбилейный турнир, 10-й топ-док, было вложено просто уйма, просто сил и денег, чтобы он случился. И что еще должны были бы случиться на этом турнире, первые в России и СНГ бои на голые руки, голые ноги, то есть реальный стрит-файтер, это должно было случиться в первый раз. И еще на этом топ-доке, на 10-м, был еще такой сюрприз, которого вы даже не ожидали, но которого вы бы увидели, и вы бы, просто реально, был сюрприз для вас подготовлен конкретный, просто конкретнейший сюрприз. Но тоже не было. То есть, столько всего было сделано, и ничего, так скажем, не предвещало беды, и просто неожиданно для всех все это так произошло. Все это так произошло. Во-первых, конечно, хочу сказать, что то, что я вообще сейчас говорю, это мое личное мнение, это мой личный взгляд, то есть, это не является официальным заявлением от организации топ-док. То есть, это не, я не говорю от организации, это уж помилуйте, я говорю просто от себя. Как это было? К 3 часам дня мы просто, ну, мы приехали, мы встали рано уже, работали в здании, приезжаем с регбистом в 3 часа дня в Крылья Советов. Там уже ребята работают несколько дней, ночи, дни все, строят площадку, работают камеры, выставляют организации. Просто, как вы понимаете, чтобы все на высшем уровне выглядело, много сил надо потратить. Все работают, вроде все нормально, и вдруг приезжает полиция, что-то происходит, и нас просто закрывают в здании. То есть, просто перекрывается вход в здание. То есть, вот все, кто были в здании, все остались в здании. Все, кто снаружи, все снаружи. Это уже было часа в 3-4 начиналось. И уже даже нельзя было выйти из этого здания. То есть, думай, если ты даже организатор, у тебя есть бэйдж, что ты организатор, ты выходишь, тебя обратно не пускают. Ну, вдумайтесь в этот абсурд просто. И, естественно, все были внутри в масках, всем была замерена на входе температура. Это просто можете не сомневаться в этом. То есть, все требуемые меры на данный момент, они были соблюдены беспрекословно. Беспрекословно. И, в общем, пошла вот эта вот, как, не знаю, даже сказать, чтобы это было корректно. Ну, в общем, представители Роспотребнадзора начали качать тему, что вкрыли... Изначально, ребята, сразу просто помните одно. К ТОП-ДОК не было претензий. То есть, у представителей властей не было претензий к ТОП-ДОК. Были претензии к арене Крылья Советов. К арене Крылья Советов были претензии, и именно арену Крылья Советов они хотели закрыть. Но почему-то именно тогда, когда там проходил ТОП-ДОК-10. За день до этого, там за день, за два, там тоже проходил турнир. Туда тоже приезжали власти, но ничего не было закрыто. Когда проводится ТОП-ДОК-10, происходят такие вещи. Почему происходят? Неясно до сих пор. И, в общем, огромная команда юристов там до... То есть, не то, что было, а там в течение где-то 8-7 часов шла борьба, и просто задавался один вопрос. Что нам сделать, чтобы турнир, грубо говоря, состоялся? Во-первых, почему нам нельзя? Вопрос был к надзору. Почему нельзя? То есть, что надо? Все в масках, да. Что надо сделать? Перчатки одеть, оденем. Что надо? В ванну поставить, душ там, обмываться спиртом, каким-то обеззараживающим. Да, пазара нет, сделаем это окей. Что там надо? Встать, каждый там расставить, чтобы между каждым было полтора метра, расставить все... Что? То есть, вопрос на вас конкретный. Что нам? Вот мы все угодно, все что угодно сделаем. Вы скажите, что нам сделать? Ничего. Ничего не сделать. Без объяснения причин. Все опечатывать в арену. И самое главное, что ведь не только фанаты топ-дога, которые со всей России приехали. Я со всей России встречал ребят. Отдельно передаю привет фанатам топ-дога. Фанатам топ-дога просто отдельный привет. Фанатам топ-дога. Парням, которые в чатах, в телеграм-канале топ-дога за топ-дог рубятся. Просто огромный вам респект, парни. Со всей России приехали ребята. Их не пускали. Но не пускали даже бойцов. Вдумайтесь в это. Бойцов не пускали. Ты приехал на... Не просто на соревнования. Ты приехал драться на кулаках. Ты готовился. Ты там горишь, не горишь. И тебя просто не пускают. Ты стоишь на улице. Хорошо, погода еще была нормальная. Ты просто стоишь на улице. Бойцов даже не пускали. Их не сто человек. Бойцов, трениров. Никого не пускали. Вы вдумайтесь в это. И все это происходило. Мы надеялись. До последнего был шанс. До последнего мы надеялись, что будет. Мы все верили. Готовились по полной. Все поставили. Все камеры. Те бойцы, которые успели раньше прийти, уже все были затейпированы. Мы были готовы до последнего проводить турнир. Вот как, хоть нам в любое время скажут, не знаю, в 3 часа ночи вы хотите проводить турнир. Окей, мы будем в 3 часа ночи стартовать. Мы готовы были. Мы все готовы. Мы столько сил положили. Мы готовы были начать. Мы все приготовили. Все уже. Камеры. Все было настроено. Бойцы затейпированы. Уже было 6, 7, 8, 9. И вот нет, 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 нет. И вот, вот, нет, нет. И в конце концов, уже там к 10 часам все равно они вышли и начали из кабинетов, так скажем. И начали опечатывать здание. Опечатывать без объяснений. Что, почему, я не знаю. Кто в этом имел. Почему, была ли какая-то ангажированность у них или не было. С пристрастием, или они, или нет, относились к нам, это я не знаю. Но факт в том, что топ-дог, ой, какой у меня хохолок. Топ-дог, который, безусловно, первый во всем, что он делает, становится что? Становится первым промоушеном в России, так скажем, промоушеном, который вышел из интернета, не тем промоушеном, который создавался вне, так скажем. Был заблочен. Топ-дог, первый, чей турнир не дали провести. Все, можно, в противном мероприятии идут. Ну, ладно, сейчас про это не будем вообще говорить. Сейчас про это не будем, да, там, в метро полно народу, автобусы, толпы на улицах, там, не знаю, там, лето, пляжи, у меня, Санкт-Петербург полно туристов, тут духота вся. Причем, это я не буду даже говорить просто. Даже на такие. Но топ-дог становится первым, становится первым, что попадает в такую ситуацию. Первым. И топ-дог первым, и, естественно, из нее выйдет и будет там, где он должен быть, на Олимпе на первом месте. Сто процентов. Потому что эта ситуация, которая случилась, она только сплочает, сплочает тех людей, которые внутри топ-дога, которые вместе с топ-догом, которые готовы рубиться за топ-дог. Топ-дог только от этого стал крепче. Сто процентов. Просто только, да я со всеми парнями общался после турнира, только крепче стал топ-дог. Только крепче топ-дог стал. Для бойцов, кстати, бойцы, да, вот скажешь, что бойцы, как. Компенсации, насколько я знаю, за дорогу, за все, там, все было выплачено, вопросы были решены. Вот, несмотря на огромные финансовые потери, которые, безусловно, понесла организация огромная, топ-дог стал крепче. И топ-дог проведет 10-й турнир. И когда он проведет 10-й турнир, то это будет такой просто разъеб, что все просто охуеют. Вот, что я хочу сказать. То есть тут просто у меня сомнений нет. Потому что мы все, команда топ-дог, бойцы, все топ-дог, которые будут биться на этом турнире топ-дог 10, и люди, которые придут на топ-дог 10, фанаты топ-дога, которые будут на трибунах, они, блядь, и за тот турнир, и за этот, который не прошел, и за все просто, за всю хурму, просто устроят лютый разъеб. Лютый разъеб. Просто. Просто за это. За вот то, что произошло. Понимаете? И вот эта вот, так скажем, приостановка, которую сейчас вынуждено споткнулся, а петушиный хвост врагов бокса, топ-дог, споткнулся. Но вот он после вот этого спотыкания, он так побежит вверх, он так полетит, что пернатые только будут пыль глотать, да сгребня в красных стряхивать. Как-то так, ребята. Топ-дог, только топ-дог. Не поддавайтесь на прогоны, которые что-то там идут в сети, какие-то видео, блядь, кто-то там записывает, топ-дог, что-то там не то. Топ-дог number one. Вы не представляете, что должно было быть. И куда идет топ-дог вообще? И что будет с топ-догом скоро? Ну, а сейчас он остается промоушеном кулачных боев в мире. Номер один. Мэри Пакьяо Пакманом и Йорданесом Угасом. Бой, который прошел сегодня ночью. Бой, которого я, честно говоря, когда узнал, сразу стал... Так, я за Мэри Пакьяо болею всегда. Немножко переживайте и опасаться. Почему? Потому что изначально Мэри Пакьяо должен был драться с Эролом Спенсом. Я не считаю Эрола Спенса топ-боксером совершенно. И для меня это во многом дутый чемпион. Во многих боях, где он выиграл, на мой взгляд, он проиграл. Но не во многих, но в некоторых, например, спортером, условно говоря. Уж не буду говорить во многих. Но мне не нравится бокс Спенса. Я не считаю Спенса крутым чемпом или топом. Вообще не считаю. И когда я узнал, что Пакьяо Спенс, я подумал, для Пакьяо Пакмана даже такому Пакману будет норм со Спенсом. Но когда я узнал, что выйдет против него Юр Деннис Угас, а это совсем другая история. Потому что Спенс это боксер, которому поднимают руку. А Угас это боксер, которому не хотят поднимать руку, потому что он кубинец. А в Америке, если вы не знали, не любят поднимать руку кубинцам. Есть такая у них слабость, так скажем. И зная, насколько этот Угас хорош, потому что был Шонни Портером, насколько хороший он боксер. И мне, для меня, да, он был, на мой взгляд, опаснее для Пака, чем Спенс. То есть для меня Угас опаснее, чем Спенс. Вообще могли Паку что-нибудь, конечно, на завершение карьеры и полегче найти, по сути. Но не тот, почитать Пакьяо, чтобы, наверное, выбирать полегче, и чтобы вот так уходить. Поэтому хотелось подраться с Спенсом, но у Спенса там что-то произошло. Что случилось? Отслоение сетчатки глаза случилось. И в том прикол, что Угас с КМЦ Тормандраус, вот этот кубинец, кто бой не смотрел, он лежит в телеграм-канале. И этот кубинец, он тоже должен был драться именно в этом вечере бокса, который проходил. И он тоже должен был драться. И не просто драться, а с братом Майданы. Вы все помните Майдану. Был таким, стал такой. Как говорится, такие деньги в Аргентине кончатся нескоро. Вспоминая кэш, который он своим трудом, Базара, нет вообще, заработал. По-честному в боях с Флойдом и Уэзером. И вот его брат должен был выскакивать против Угаса и тоже своей сетчатки. Произошло. И вот в итоге встретился Пакьяо с Угасом. И вы видели, что в этом бою произошло. Что в этом бою произошло. Шансов у Мэни Пакьяо было совершенно мало, потому что это в ринге был уже не Мэни Пакьяо. Не Мэни Пакьяо. Не хватило Мэни Пакьяо в первую очередь. Ног. Тут же равно. И в продолжение. Не хватило Мэни Пакьяо повторных атак, которые он так любил всегда делать. Насыпать одну, ноги, потом другую, ноги другую, другую, другую. Насыпать атаки. Ему этого совершенно не хватило. Не хватило ему его привычного КПД. И чтобы Угас был очень хорош. Сразу же Угас выставил Пакмана на нужную для себя дистанцию. Очень хорошо работал джебом. Постоянно работал джебом. И совершенно не давал Пакману входить. Как только Пакман входил, Угас перекрывался. Очень грамотно Угас использовал блок. То есть вроде бы обычный блок, обычная глухая защита. Но за счет того, что у Угаса действительно длинные руки. То есть это невооруженным взглядом заметно. У него как бы и длинные предплечья. И получается, ну, может кто-то подумает, что за дичь ты несешь? Ну, это так, ребята. Ну, то есть чем длиннее у тебя рука, чем длиннее у тебя предплечья, тем больше часть твоего корпуса оно перекрывает. Ну, это биология, ребята. И логика. Что же тут сказать? То есть им очень хорошо удавалось Угасу перекрываться. И как бы Пакман не старался. В первый раунд Пакман еще хорошо. Первый Пакман даже раунд взял. Он хорошо отработал. Что-то делал. Но как только Угас к этому джебу, единственное, он что стал, во-первых, отвечать? Сразу включил работу в корпус. И не на короткой дистанции, а на длинной. Жестко просаживал Паку в корпус. Один раз даже было типа ниже пояса, но это не ниже пояса, это в пояс, это норм. Очень хорошо работал в корпус. Через переднюю руку Паку постоянно руки задирал и просаживал. Так, 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 как хотел. Очень хорошо просаживал в корпус. Ну, а когда, начиная со второго, с третьего раунда, Угас добавил перехваты, очень тяжело стало Паку. То есть, о каких перехватах я говорю? Когда Пакяо стал идти вперед с многоударными фирменными комбинациями, то есть, это от трех до пяти-шести ударов обычно у него насыпать, Угас начал его перехватывать не до стараться законтрить, не после, а практически во время на последних ударах. То есть, не на первых ударах, а уже ближе к концу комбинации, когда Пакяо накидывал раз, два, три, и тут Угас начинал перехватывать уже своей работой. То есть, прикольно, грамотно он подготовился, хотя времени у него было мало. Естественно, брат Майдана, это не Пакяо, да, кому готовится. Очень грамотно Угас перехватывал, очень он был собран, перекрыт, и все, в принципе, там забирал. Все забирал вообще, что хотел. И первым номером работал, забирал, и вторым. И что еще очень хорошо использовал, что вообще, ну, как бы редко используется, достаточно в боксе, по отношению с другими ударами сейчас. Это право-боковый удар. Право-боковый удар. Да что у меня тут за это? Я не понял, блин, висит за сопля. Это право-боковый удар. Очень хорошо использовал. Он в одноименных стойках, когда правша-правша, левша-левша, он не так хорош, потому что переднее плечо хорошо от него перекрывает, очень. Но вот в разносторонних стойках, и когда у тебя длиннее руки, и когда соперник левша, в разных стойках, вы знаете, боксировали ребята, и он внутренней стороной к тебе повернут, и он сводит руки перед собой, как это делал Пакеао, там, как говорится, сам бокс велел. Сам бокс велел жестко туда просаживать. И так, и на движении ловил угол. Стоял, ждал, только Пакман начинал движение, сразу же в догонку бил ему этот удар. И через почтальон, там, стучался ему джебом, попадал этот удар, постоянно боковой, то есть, очень хорошо, то есть, вот эта работа в корпус, в это право боковой, и перехваты, и джеб. На чем, так скажем, у Угаса базировалась его победа. А на том, что отсутствие ног, уже отсутствие повторных атак, отсутствие скорости прежней. Те же самые, столько же пунктов, только это минусы, которые, к сожалению, были вычтены из того Мэнни Пакеао, которого мы знаем раньше. Но! Кто такой Мэнни Пакеао? Давайте, ребята, вспомним, потому что нельзя это забывать никогда. Потому что это не только будущий президент Филиппин, но это человек, который боксировал четыре десятилетия, начал в конце девяносто, в середине, по-моему, девяносто пятого или четвертого был первый бой. Вы вдумайтесь! И он добоксировал до двадцать первого года. Девяностое нулевые. Вообще, сколько он пробоксировал? Вдумайтесь! Восемь весовых категорий! Восемь весовых категорий! И, как догадаетесь, во скольки из этих восьми весовых категорий Пакман был чемпионом? В восьми весовых категориях! Восемь весовых категорий! Восемь чемпионских титулов! И не по одному ремню! Четыре десятилетия! Четыре десятилетия ношения ремней разного цвета и не по одному! Я был подростком! Мне было примерно лет 12-13 И я смотрел тогда бокс Еще не занимался боксом но любил бокс Смотрел бокс Тогда было по НТВ Спасибо огромное Владимиру Ильичу Гендлену Который не забывал Просто была передача Где показывались бои И был бокс И тогда показывали бои Марко Антонио Борейры Эрика Моралеса И я был большим их фанатом Вот этих двух боксеров Но откуда ни возьмись Появился молодой филиппинец Который начал их бить Это было просто шок Просто Они были просто королями Они были просто королями Драясь между собой Но пришел Мэнни Пакеао И Мэнни Пакеао Показал мексиканцам Мексиканцам Просто кто разбирается боксом Понимает о чем я Мэнни Пакеао Показал мексиканцам Что такое настоящая Бескомпромиссная рубка Мэнни Пакеао Перебивал мексиканцев Мэнни Пакеао Просто заваривал ударами Мексиканцев Мэнни Пакеао Побеждал ментально Мексиканцев Мэнни Пакеао Не зря у него прозвище Пакмэн Мэнни Пакеао Ел мексиканцев Как Пакмэн ест фрукты Как Пакмэн ест фрукты Он их ел одним за одним Просто с удовольствием С огромным Вот это был Мэнни Пакеао Которым я узнал И мне было потом Я помню Это я узнал Помню мне было 16 лет И это какой был год 2000 получается Первый наверное Или второй Ну не Где-то да Я помню Я пошел Моя была первая практика Я работал в порту На судне-заправщике И я стал общаться Наконец с иностранцами И мы заправляли Другие суда Блокировали И там было уже много Филиппинцев И я там 16 летний Я кричал им Эй Единственное что Я знал английский Не очень Еще Но Когда я им говорил Мэнни Пакеао Мэнни Пакеао Чемп Там все просто Начиналось все Брат Мне там спускали Какие-то Ну там Фрукты Какие-то Подарки Они дарили Ну там Типа Ну Всегда Это было Мэнни Пакеао Это вот для меня Потому что я ходил В море В море Очень много Филиппинцев Очень много То есть это Это отдельный разговор Отдельный разговор Почему много Филиппинцев Да Очень много Филиппинцев И когда я их встречал Всегда Мэнни Пакеао Было С ведущим Звеной Как только ты говоришь Мэнни Пакеао Что ты любишь Мэнни Пакеао Ты сразу брат Друг И все И в целом Мэнни Пакеао Он как и любой Великий чемп Он Грэд перс Он великая личность Он великая личность Которая безусловно Сплочает Сплочает Народы Сплочает Как он сплотил Родные филиппины Он будет там президентом Это боксер У нас есть У нас был У нас Хотел сказать Был Хотел сказать Прикиньте что У нас был боксер Мэр Калифорнии Про Шварца Потому что Шварц Это настолько Вот вы знаете Как к кочкам я отношусь Да Но Шварц Это настолько Бля Вот просто Вот здесь вот Шварц Что я уже говорю Боксер его Называю Шварца Высоким званием Для себя боксер Понимаете Что настолько Это братан Я думаю вам тоже всем Просто Был в Калифорнии Теперь в Киеве У нас Виталин Два Виталия в Киеве Виталий Коваленко Это Рил Чемп Рил Чемп И мэр Виталий Ключко Вот это вот И будет скоро Президент боксер Президент боксер Мэни Пак Ял Так что Паку я думаю Конечно он уже все уходит Просто с огромным Он Были у него проигрыши Не один Будуть Семьдесят два боя Семьдесят два боя Ребята Это не восьмидесятые сейчас Это сейчас не семидесятые Это семьдесят два боя В профиках В Америке В восьми категориях С поясами С чемпами Понимаете Семьдесят два боя Это очень много Это не Роберто Дюран Понимаете Когда боксировал Там Это было там Больше сотки Это норм И то он был И то он был тогда кем Уникумом в этом смысле Но сейчас Для данного До такого уровня Семьдесят два боя Это были поражения У него и не одно Но не было плохих боев У него И эти поражения Мы все помним Тимоти Брэдли Поражение Это какой там бой был С Тимоти Брэдли Вы что Ребята Какие там были Бояки и поражения Кому Поэтому Вот Мэнни Пакеа Вот есть вот такой человек Я вам сейчас покажу Ребята Вот такой человек есть Видите Вот такой вот Да Фотокарточки нет Тут еще его Книжка такая По-моему нету Я уже давно читал Фотокарточек нету Фотокарточек нет Вот этот Да человек Это вот Одна половина лица А вторая половина лица Эры Вот эти вот Это Мэнни Пакеа И я не говорю О полусреднем весе Великом полусреднем весе Я не говорю О легком весе О чем-то Я говорю О всех весах То есть это была эра Эра Где был Мэвезер И был Пакеа Понимаете Как Месси И Криштиану Роналду В чем-то В чем-то Я вот сейчас Прилю Я провел такую аналогию И это просто Навсегда Навсегда Он безусловно В наших сердцах В наших сердцах Так что Если вы хотите Если вы хотите Я вообще Подумал, что надо Конечно Мэнни Пакеау проводить Чем? Закомментировать бой Мэнни Пакеау Так что ждите Ждите Как время у меня появится Появится Я вам обещаю Как время появится Не обещаю скоро Как время появится Проводим Мэнни бои Давно не комментировал Я старые бои Обязательно 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 Что с ними Конкретно Золотыми буквами Очень большим марафоном Очень большим вызовом Делать эти видео Которые смотрели Не так много народу Но Ради спорта Ради бокса Я реально Офигачил Просто эти видосы Это был жесткий марафон Вставал с утра Смотрел бои Выкладывал их Телеграм Потом эти видосы Комментировал Потом ехал в зал Тренировал И все это продолжалось Пока на топ-дог Не уехал Вот так вот Потом топ-дог И просто без выходных Так крутится Ну мне поф Мне так по кайфу Работал 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 И Мне На самом деле Очень понравилась Олимпиада И давайте Первое О чем хочется сказать Это безусловно Кубок Вэлла Ба Вэлла Балкера Мы с вами Говорили об этом В Телеграме Кто не подписан В Телеграм Зря Телеграм Всем бокс Делали опрос Кто по-вашему Достоин Кубка Вэлла Балкера Блин В этом году Заговорился За полтора часа Безусловно На мой взгляд И на тот взгляд Который я увидел В Телеграм Может он это С моим взглядом Я не знаю Я не высказывал Этот кубок Напомню Этот кубок Вручается Самому техничному Боксеру Самому техничному Самому интересному Боксеру Вручается кубок Вэлла Балкера Каждую Олимпиаду Но Не в этот раз Почему не в этот раз Потому что В этот раз Почему Потому что Этот кубок Вручает АИБА А не Олимпийский То есть не Олимпийский комитет Как организация А АИБА Как организация Но Так как Вручался кубок Но Этот кубок На мой взгляд На 100% Должен был уехать туда Куда и уехали Большинство золотых медалей Вы понимаете О чем я говорю Это На кубу Энди Крузу Энди Круз В 63 килограммах Показал просто Нереально Супер крутой бокс То есть то что делал Энди Круз Все кубинцы Были хороши Мы об этом поговорим позже Но Энди Круз Был хорош тем Что он был прекрасен в защите Он был прекрасен на ногах Он работал и вторым номером Он работал и первым Он работал и в ответ Он охотил и перехват Он работал и контрудары Он работал и повторные атаки И он и рубился Просто в кайф То есть он все делал То есть максимально Полный арсенал Продемонстрировал И в великолепном техническом исполнении То есть Энди Круз Заслуженно на мой взгляд Должен бы получить этот кубок Но он его не получил Почему? Вопрос Также и вопрос Почему Олимпийский комитет Отстраняет АИБу От участия в Олимпийских играх Но Все судьи Все судьи Которые судят И рефери Которые в ринге Догадайтесь Кто? Догадайтесь Кто их всех сертифицировал Где они все Можно сказать Работают На какую организацию И поэтому Говорить о том Что АИБа Была непричастна Совершенно К этой Олимпиаде Непричастна Но все судьи Рефери Это АИБа На мой взгляд Глупо Очень много Было криков По поводу судейства Там судейство Плохое Здесь На мой взгляд Зная Как судят Еще бокс Олимпийский Сейчас под Олимпийским боксом Я понимаю Весь любительский бокс Называю То есть Не только Олимпиада Чемпионаты Региональные Страны Европы Мира Все что угодно Континентальные Чемпионаты Как их судят Неплохо было отсужено Вообще неплохо И то что Некоторые там Жалуются То что плохо Осудили Там казахи Жалуются Я знаю Ну я думаю Не в ту сторону Они смотрят Чтобы посмотреть Провал Почему своей сборной И В целом Провал СНГ На этой чемпионате Мира Это реальный провал Просто провал Россия Украина Казахстан Узбекистан Это провал Ну по большому счету Если всех Всех взять Потому что Извините меня Было время Совершенно недавно Когда Чемпионат Советского Союза Это был как Чемпионат Мира Как Олимпиада То есть Вы представляете Что такое было Когда Россия Казахстан Украина Все боксировали Все вообще Узбекистан Все боксировали На одном Чемпионате СССР И вы представляете На какого уровня Там были боксеры То есть Ты там выиграл Ты все Ты как минимум Чемпион мира уже Потому что Это был Возначайший И как Сейчас стало Упасть Надо было Что Австралийские Боксеры Бразильские Боксеры Ближе По технику Бокса К советской Школе Бокса Которая была Лучшей школы Бокса Потому что Она была создана Как лучшая Школа Бокса Бокс Не заразился Здесь Как вид спорта Там целая коллегия Была создана В Советском Союзе Чтобы разработать Разработать Бокс Который Будет приносить Советскому Союзу Медали Разработать Систему Подготовки Боксеров Единую Которая была Везде Боксеры Которые Били Всех Вы посмотрите Матчевые встречи Еще в 80-х Что там было США Будущие чемпионы мира Как стоят И опиздюливаются Просто И все работают Во всех весах Наши боксеры Как Еще в 90-х Еще в 2000-х Оставались отголоски И вот что Куда сейчас Все это катится К полному Отрезанию Ног То есть Была школа Построена На ногах И тут Ноги Полностью Отрезали И к чему Это приводит А это приводит К тому Что Не просто Сами Не могут Двигаться На ногах Боксеры Наши А они Не могут Боксировать На равных С теми Боксерами Кто хорошо Двигает На ногах Двигается С кубинцами Там С американцами Там С бразильцем С этим С анкличанином С Бенджем На Уайтом Любой Только попадается Боксер Который Двигается на ногах Проблема И сами Встали Почему Аман Кул Проиграл Потому что Он встал Наши Встали Почему Кто Только не встал Мы это поговорим Кто не встал И проблема В том Что получается Они не только Сами не двигаются Они Не получают Практики Понимаете Нам на чемпионате России Украины Казахстана Они не получают Даже на каких-то Городских Внутри Тем более Соревнований Они не имеют Практику Боксера Постоянной работы С бойцами Которые двигаются На ногах Понимаете То есть Олимпиада Это же Результат Многогодовой Подготовки Он 47 побед Скуда 48 Было У Муслима До того Как он на Крузу Проиграл Это годы Понимаете Это подготовка Ты боксируешь Работаешь Ты с какими Только не Побоксировал Уже До этой Олимпиады Почему Так сложно С теми Кто двигается Почему Не догоняют Почему Руки Летят Вперед Ног Почему Так хорошо Встречали Американцы Боксеров С СНГ Почему 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 Нокаутирован Кашемберг Был В 91 килограмм Торосом Почему Прекрасный Американцы Какие Американцы Красавчики Тайшон Дэвис Вот это мне нравится Красавчик Почему Он так легко С нашим боксером Расправился Встречал его Почему А раньше Бы такого не было Потому что У сборной США Как и у сборной Кубы Сохранена Школа Своя То есть Не просто Ладно Не будем говорить Прямо Школа Какая была 50 лет Такая и есть Назад Да что-то Где-то Меняется Но ты Смотришь Кубинцев Вот всех Кубинцев И ты Видишь И ты Видишь По его Боксу Что это Кубинец Он обучен Он двигается На ногах Постоянно Он пластичен У него летят Руки То есть Ты видишь Что каркас Заложен Что В стране Существует Некая система Подготовки Боксеров Некая система Подготовки В англичанах Тех же видно Да во многих Видно Ну ребята Но смотрим На наших Все как будто Тренировались В разных Там не знаю Местах Хотя На наших Я имею ввиду Все по разному Боксируют Вы посмотрите То есть Вы сравните И Безусловно Если взять Вот для меня Да Все СНГ То безусловно На этой олимпиаде Для меня номером Один был Как я и ожидал Это Бахадир Жаолов Бахадир Жаолов Который показывает Что Посмотрите С ростом За два метра С весом За сотку Можно двигаться Три раунда И жестко разъебывать людей Понимаете Двигаться Три раунда А не рассказывать Сказке Что Двигаться Это тяжело Кто боксирует Тот знает Что тяжело Стоять До пизды получать А не двигаться Понимаете В чем прикол Вот Бахадир Жаолов Это красавчик Это номер один Гаджи Магомедову К сожалению Не хватило Не хватило Немножь Вот сейчас По нашим Пройтись Гаджи Магомедову Не хватило Против Лакруза Лакруз красавчик Новый вес И опять сделал Не хватило Гаджи Магомедову Много Не хватило Ему В любом случае Имам Хатаев Без сомнений Открытие Олимпиады Сборной России Он больше сделал Чем ожидалось Но опять же Встретился только С парнем Который двигается С Бенджамином Уитакером Все Встретился Гаджи Магомедов В финале С парнем Который двигается Все Понимаете В 63 Встретился С Кишоном Дэвисом Все Наш боксер Понимаете Хижняк Хижняк Встречается В финале С боксером Который двигается Игнаш Глеб Бокши Которые Безусловно Должны Были встретиться В финале Все ждали Финал Бокши Хижняк Он должен Случиться Но они Встречаются С бразильцем Который Двигается И встречает Не стоит Лбом Упершись А двигается И встречает И ловит И они Проигрывают Вот просто Ребята Просто посмотрите Правде в глаза Правде в глаза Реально Посмотрите Да Американцы Хорошо могут Работать В своей стойке Но они С детства Работают Это американцы У них Своя тема И у них Есть костяк И знания Схема Подготовки Боксеров А тут Она есть Я не вижу Но это Другой разговор Другой Так что На мой взгляд Провал Провал Вообще СНГ На этой Олимпиаде Полный Сборная России Нормально На мой взгляд Нормально выступила Нормально выступила В целом Провал Безусловно СНГ Просто Полная Идет деградация Бокс Деградирует 100% Деградирует Бокс И именно Из-за того Что бокс Деградирует Боксеры Там С Гаити Там С Бразилии Поднимаются Там наверх Какие-то Доходят Боксеры Когда раньше Появятся страны И думать нельзя Потому что Там в одной Четвертом Тут такие страны Будут боксировать Это сюрприз Просто Пробиваются Именно потому Что здесь Школа У нас Чахнет Здесь И получается Европа Не тянется То есть Мы как Как говорил Локомотив Европейского Бокса И здесь И там Все пошло Очень То есть Вот это Вот мне Вещь На самом деле Расстроила Расстроила Кто еще Понравился Мне Кто еще Ну вот Кубинцы Я бы сказал Американцы Но В целом Мысли Я думаю Мы в основную Мою поймали Отдельный разговор Враги Бокса Которые Не давали Нам смотреть Бокс Это Олимпиады Я хотел Комментировать Всю Олимпиаду Но что Сделали Враги Бокса Они сделали Все Чтобы не было Боев на Ютьюбе А когда Нет боев На Ютьюбе В современном мире Это что значит Никто не смотрит Бокс Просто Просто Олимпийский комитет Нам не дал Возможность Смотреть Бокс И потом Наши телеканалы Особенно Которые Четырех букв Называются На букву Эм Враги Бокс Особенно Они С постоянными Включениями Непонятно Чего Во время Боксерских Трансляций Что Такое Враги Бокса С постоянными Включениями Во время Боксерских Трансляций Понимаете Особенно Они Что это Такое Было Я вообще Не понял То есть Это Все было Сделано Чтобы мы Олимпиаду Не смотрели Чтобы Чтобы не было Популяризации Бокса Совершенно Никакого Опять Что я здесь Вижу Ничто иное Как Происки Врагов Бокса Еще 5-6 Раз И И Я Я В течение Олимпиады Просто Наблюдал Как Открываются Сечки Как Они Надуваются В каком-то Бое Еще Не Разорвалось Но Кожа Уже Поднадулась Уже Все В следующем Бою Раскрылось Как Много Людей Стало Сечься Именно Головами Сечься Не только Из-за Того Что Деградантский Бокс Происходит Вот это Вот Уперлись Лобами Улоп Вот Такой Бокс Пошел Он Котыш Убежал Понимаете Но И потому Что Постоянно Постоянно Идут Головами И Отдельное Вообще У меня Скажем К сборной Узбекистана Вообще Можно Сказать Претензия Это Что Вообще Я Вообще Увидел Я Не ел Реально То есть Бахадир Жалолов Это Просто Вопросов Нет Это Человек Который Боксирует Как Надо Но У Других Боксеров Такое Впечатление Что Прямо Тренерское Задание Сечь Прямо Вот Так Вот Вот Так Вот Некоторые Имена Так Вообще Там Вы Знаете Просто Еще Начиная Чемпионате Чемпионат Азии Секут Всех И вообще Всю Дорогу Что За Грязь Очень Много Грязи Я увидел На этом Вот Мне Не понравилась Грязь Еще Грязь На Олимпиаде Что Это Было Отвратительно Это Было Конкретно Отвратительно Мне Наблюдать Сто Процентов Так Рома Какие Ты Видишь Ухатаева Перспективы В профи На самом Деле Ухатаева Могут Быть Хорошие Перспективы В профи Не Только Потому Что Он Хороший Боксер Но Я Думаю Что Найдутся Люди Которые Могут Вложить Него День И Хорошо Его Провести Потому Что Профессиональный Бокс Это Такое Дело Ребятки Что Важно Не только Какой Ты Боксер Кто Тебя Тренирует И Какой Тебе Бэкграунд Какие Тебе Медали Там Висят Но Во многом Откровенно Говоря В первую Очередь Важно Какие Люди За тобой Стоят Какие Люди За тобой Стоят Потому Что Вкладывать Деньги В тебя Кто Ты Должен Потому Что Бокс Ребята Как Происходит Профессиональный Кто То Вкладывает Деньги Организует Ивенты И Под Своих Бойцов Которым Он Платит Деньги Он Приглашает За Деньги За Свои Бойцов Других Ну И Вы Понимаете Кто Зачастую Побеждает То Это Отдельный Разговор Про Профессиональный Бокс Что Что Говорить Какие Перспективы У Хижняка В профи Достаточно Туманные На мой Взгляд Достаточно Туманные Перспективы Потому Что Я не знаю Кто Может Сейчас Есть Говорят Промоушены В Украине Которые Готовы Взять Но Не знаю Я смотрю На Дениса Беренчика Который Ну Супер Боксер Классный Вообще Классный Боксер И Харизматичная Личность И Зарубиться Может Да И Как Его Карьера Строится Что Ну Условно Нет Там Денег Возможности Организовать Ему Бои Чемпионские Будут Люди С Такими Деньгами Чтоб Дать Хижняку Это Я не знаю Но Вот Такой Бокс Как У Хижняка И Если Это Будет Не Три Раунда И Если Это Будет Извините Меня В Профессиональных Перчатках Это Вопрос Получится Ли Этот Бокс Или Получится Но Надолго Ли Это Большой Вопрос По Поводу Перчаток Ему Второй Кстати Ходят Разные Мнения Что Одно Из них Вот Например Тоже Имеет Место Быть На мой взгляд Имеет Какой-то Разум Что Лучше Бы Вернули Шлема Одели Тонкие Но Сделали Б Нормальные Перчатки То есть Как Было Там Восьмидесятых Семидесятых Когда Были Как Были Шлема Чего Ты Орешь Враг Бокса Когда Были Шлема Тоненькие Небольшие Открытые Но И Перчатки Были Где Можно Кулак Сжимать Понимаете А когда Такие Перчатки Антинокаут Здесь И руку Можно Сломать И одновременно Это Ну Не знаю Короче Двусмысленность Короче Двусмысленность Возникает В этом деле Всем Бокс Любите Бокс Смотрите Бокс Занимайтесь Боксом В четверг Приходите Смотреть На Тюб Канал Всем Бокс Бокс Моих Парней Всем Бокс Спасибо Что Были Со Мной Продолжение следует